Привет, ты на канале о бизнесе. Сегодня в видео мы поговорим о пассивных вариантах бизнеса, которые способны приносить действительно существенную прибыль и при этом освобождать массу времени. Кажется, что зарабатывать пассивно 1000 долларов в месяц это сказка, но это реальность, и в видео будет подробно рассказано об интересных вариантах пассивной прибыли, так что смотри видео до конца. И также не забывай оценить выпуск лайком и подписаться, если идеи тебе понравятся. А теперь давай перейдём к обзору прибыльных проектов. Своя служба доставки еды. Заказывать еду на дом стало очень модным трендом. Не обязательно ехать в ресторан для того, чтобы попробовать своё любимое блюдо. Эти услуги стали обыденными, а заведения предлагают даже более выгодные условия для своих клиентов. Ведь так не нужно удерживать за ними столик, загружать официанта, возиться с уборкой. С точки зрения предпринимателя, это направление можно использовать в своих целях. Необходимо предложить услугу, которая будет обслуживать заведения в условиях торговли едой с доставкой. Самым выгодным будет запуск собственной службы по доставке еды. В небольших городах конкуренции практически нет, поэтому можно успешно стартовать. Изначально необходимо вложить деньги в своё время, заключить договор с заведениями, организовать работу курьеров, усадить за рабочее место администратора, который будет обрабатывать заявки и давать указания курьерам. Но после того, как всё будет сделано, тебе уже не придётся принимать активное участие в работе бизнеса. Можно заниматься чем угодно, а служба доставки принесёт пассивную прибыль. Главное посадить на место администратора человека, которому ты доверяешь, и установить систему контроля приёма и обработки заявок. Всё будет работать автоматически. Средним значением для небольшого города считается около 50 доставок в будний день и около 100 в выходные. При стоимости доставки еды в 2 доллара можно говорить о прибыли от 100 до 200 долларов в день. В месяц прибыль составит около 4000 долларов. Из этих денег необходимо будет отдавать 3000 долларов своим сотрудникам. Но ведь чистая прибыль в 1000 долларов будет совсем не лишней. Главное то, что не приходится ничего делать. Нужно будет просто приходить и забирать деньги, параллельно контролируя то, как сотрудники выполнили работу за день или за неделю. Установка автомата с водой. Установка специального автомата с фильтрами и специальной системой обеззараживания воды является очень выгодным решением, если ты попытаешься построить бизнес, который не будет требовать постоянного участия. В крупных городах такие автоматы уже устанавливаются на каждом шагу, но в небольших городках конкуренции практически нет. И на них следует ориентироваться. Это простое и доступное оборудование, которое работает автоматически и очищает воду для покупателя. Воду пополнять не придется, нужно только периодически менять фильтрующие элементы и забирать деньги из автомата. Особенностью такого бизнеса является то, что литр воды получается чрезвычайно дешевым, а значит клиенту можно будет сделать самое оптимальное предложение. Выгоднее приехать к твоему автомату и набрать чистой воды, нежели пользоваться службами доставки. Стоимость одного автомата около 1000 долларов, что является небольшими вложениями для запуска бизнеса с пассивным доходом. В среднем за месяц работы данного автомата ты сможешь продавать более 5000 литров воды. С учетом средней цены за литр около 10 центов, прибыль составит 500 долларов. Это пассивный доход. И не нужно постоянно участвовать в работе автомата, он все делает автоматически. Также можешь установить несколько автоматов в городе и умножать свою прибыль на их количество. Это довольно новый бизнес, который не подвержен суровой конкуренции, но услуга востребована. Клиенты охотно приобретают такую воду, она доступная и ее цена минимальная. Проблем с установкой и настройкой автоматического оборудования также не будет. Твоей задачей будет только периодическая замена расходных элементов и получение денежных средств. Сдача в аренду игровых приставок Основная идея этого бизнеса заключается в том, чтобы купить несколько современных игровых приставок и сдавать их в аренду. Люди будут пользоваться такой услугой, ведь не все могут приобрести себе такое игровое оборудование, а некоторые не могут понять, нужно ли вообще тратить на него свои деньги. Возможность попробовать устройство в реальной жизни привлечет внимание потенциальных клиентов. Изначально необходимо вложить немного средств, но в дальнейшем приставки будут приносить пассивную прибыль на протяжении многих лет. Изначально будет достаточно купить 3-4 приставки, потратив на это около 1200 долларов. На этом вложения не заканчиваются, ведь нужна реклама в социальных сетях, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов и сдавать приставки в аренду. В целом реклама отнимет у тебя порядка 200-300 долларов, но это необходимо обязательно сделать. Реклама в течение нескольких дней привлечет внимание клиентов, и ты получишь свой первый заказ на аренду. Далее уже будет все намного проще, и будет пассивная прибыль от бизнеса, который не нужно постоянно контролировать. Один день аренды приставки составляет около 7 долларов, так как у тебя их 4, то каждый день можно будет получать около 28 долларов прибыли. Конечно же, каждый день сдавать все приставки не удастся на начальном этапе, но со старта этот бизнес за месяц работы способен приносить тебе более 300 долларов пассивной прибыли. После того, как клиент получил приставку, тебе уже больше не нужно ничего делать. Чем дольше она находится у него дома, тем больше прибыли ты сможешь получить. Далее количество приставок будет возрастать, а также ты сможешь принять на работу администратора, который будет принимать заказы и развозить оборудование клиентам. Тебе же остается только получать деньги со своего бизнеса, который работает в автоматическом режиме. Установка фотобудки в торговом центре Стоимость готовой фотобудки составляет около полутора тысяч долларов, но на этом можно хорошо зарабатывать, не принимая никакого активного участия. Основой идеи здесь будет то, что фотобудка устанавливается в торговом центре или в месте большого скопления людей. Потенциальный клиент может зайти в будку, оплатить услугу через автомат, сделать несколько снимков и получить их в печатном виде. Фотобудка будет требовать периодического пополнения фотобумаги и забора денег, но происходить это будет один раз в неделю. Нельзя сказать о том, что это новая идея, но конкуренции в этом сегменте практически нет. Есть будки, которые уже работают давно, а значит, они приносят прибыль своему владельцу, иначе бы он не смог платить аренду торговому центру или в городу. Но у тебя будет хорошее преимущество над такими конкурентами. Ты установишь будку нового образца, которая будет делать более качественные снимки и выдавать фотографии на хорошей бумаге, с хорошей цветопередачей. Поэтому клиент предпочтёт именно твои услуги, даже если они будут намного дороже. Стоимость одной фотографии составляет 1 доллар. В этой сумме около 90% твоей чистой прибыли. Как правило, за одно посещение люди делают более 5 фотографий, поэтому в течение 5 минут будка сможет приносить тебе 5 долларов прибыли. За один день работы можно будет получать от 30 долларов. В месяц прибыль составит уже около 1000 долларов. И всё это за автоматическую работу твоего оборудования, которое требует очень редкого обслуживания. Большую часть времени ты можешь заниматься тем, что тебе нравится, периодически наведывая свою фотобудку для того, чтобы забрать собранные ею деньги. В дальнейшем количество таких установок можно будет увеличить, а также принять на работу людей, которые будут обслуживать оборудование без тебя. Тогда это станет полностью автоматическим бизнесом, который приносит тебе пассивную прибыль. Создание мобильного приложения. Эта идея не нова, но она всегда будет актуальной. Написав интересное приложение, ты сможешь зарабатывать огромные деньги на протяжении многих лет, не прикладывая особых усилий. И не нужно думать о том, что придумывать востребованное и оригинальное приложение сложно. Тебе этого делать и не придётся. Обрати внимание на то, какие популярные приложения чаще всего загружают пользователи через фирменные магазины. Там могут быть совершенно глупые кликеры, которые не несут в себе никакой пользы, но это не мешает тому, что их скачивают миллионы пользователей. Тебе не обязательно даже иметь навыки в написании приложения. Можно заплатить профессионалу, и он сделает это за тебя. Придумай идею и обратись к программисту. Он всё выполнит в кратчайшие сроки. Это может быть простенькая игра на логику. Может быть приложение для сбора новостей со всех сайтов. Может быть оригинальное приложение с прогнозом погоды и так далее. Главное потом это прорекламировать. Ты сам не заметишь, как огромное количество пользователей скачали твой продукт. Заработок будет происходить на рекламе. Люди просматривают рекламу в приложении. Ты получаешь за это деньги. В среднем 10 тысяч скачиваний приложения принесут тебе прибыль в 100 долларов за месяц. Чем больше скачиваний будет, тем больше денег ты сможешь получить. Преимуществом этой идеи является то, что участие нужно принимать только на этапе создания самого приложения. Далее оно просто находится в фирменном магазине и продается. Весь процесс автоматизирован, деньги накапливаются на личном счету и их в любой момент можно снять. Можно создать сразу несколько приложений или подумать над тем, как сделать одно сверхпопулярное. Если удастся создать такое приложение, то месячная прибыль выйдет за пределы 1000 долларов. И это всё будет пассивным видом прибыли. А на этом всё. Смотри другие полезные видео на канале, а также подписывайся и оценивай видео лайком. Спасибо за внимание и удачи тебе в бизнес начинаниях!